всем очередной привет друзья подписчикам подписчицам зрителям телезрительница я уже в машине сегодня у нас среда на часах 3 часа дня едем трудиться едем трудиться короче повезем мебель трясется камера будет утрястись холодная машина трассится повезем мебель 4 города мстислав алькричев костюкович и чериков но точек будет выгрузки 6 сказали выгружаются быстро мебель должна быть в каких-то пачках сейчас едем на платонова загружаемся и едем едем не знаю как в какой поочередности загрузит я хотел с мстиславля начать чтобы потом по кругу объехать и чериковым заканчивать ближе к могилёва было ну то есть как бы выгружаться по ходу домой они по ходу туда потому что а вдруг что-нибудь могилёва будет ну не знаю как завтра справлюсь короче как то вот так сейчас заезжаю на заправку заправляюсь потому что потом вечером не знаю как там будет народу где там на короче чтоб потом уже не заправляться в общем то такие дела все сейчас меняю тачки местами и едем работать все погнали на загрузку приеду там посмотрим что там как будет на часах шесть меня только загрузили а груз был собран как бы но они его пересчитывали и потом стягивали короче даже не заснял вам палеты как стоят вот все я на выезд поставили мне пять палет один маленький совсем но высокие зараза лайпов он качает непривычно и четыре длинных гопану в грубо говоря по два с половиной метра они весь кузов и заняла четыре полета на это им то широкие там короче кухни диваны кровати все это в собранном виде в коробках столешницы там всякая 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 короче в общем то такие дела все выезжаю сейчас отсюда с территории пыркаем сейчас пик 6 часов по городу ну и потихоньку едем созвонился я с всеславлем они вообще с десяти но сказали не скольки надо я грунтовать полдевятому все к полдевятом у меня рид грузчик бухай там он один все выгрузит и арену полин дай бог в общем то и все ладно отдаем сторожу пропуск и поехали ну чё я уже вот наваливаю по партизанского проспекту на выезд минска 18 минут не хватило думал буду дольше на солтуса чуть потолкались короче вырвался справа знаменитая рио до шабанера слава тебе привет подписчику супруги твои еще один привет памяти сами не изменяет из этих краев все короче что осталось осталось потиху наваливать да с последней точки у меня там в чериками . но позвонил там надо было позвонить короче и они там договориться он сказал так давайте об костюкович и подъедем я сказал братом давай нет проблем короче в костюковичах у нас я так подозреваю будет конечный пункт в общем-то как-то так конечно ездить у нас он стоят уже с левой стороны паровоз собрали ездить у нас народ не умеет когда он уже научится хрен его знает вот так все вот так вот каждый перед друг другом каждый на гоночке быстрее 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 все выехали на нормальный асфальт ну и все и видно не хватает чего-то в организме чтобы ехать чуть-чуть быстрее правильно значит мы поедем быстрее ну что это ж невозможно знак 80 мы почему-то не едем а мы поехали в общем то вот так вот все я короче еду здесь уже он тоже все снимал как бы нового ничего нету но так какие мысли придут что-нибудь вам рассказать под расскажу а пока нет но есть подозрение что справа едет подписчик посигналил привет тебе если ты таков на май газике вот едет на что-то моя тачанка ехать не хочет заснимем его чуть-чуть на камеру посмотрит на себя приятно люди узнают пирочку увидели сзади про что может номер машину узнал привет тебе большой не вижу только откуда машина гос так и краев я посмотрим сильно топтать не будем куда он поедет а вдруг на могилев остановимся поздороваемся ну чё друзья я уже короче могилев проехал все проехал начал съеду где-то 30 километров не до поворота налево но и там наверно сколько полтинник останется наверно 40 50 километров до мстиславля вот так вот тихим сапом тихим сапом и добираемся до места назначения в общем то вот так вот новостей короче пока никаких двигаемся и двигаемся там мошками стекло залепила все дворники не хочу смывать дворниками размажет эту мошкару всю у меня там простая водичка залито без всяких там яда химикатов так что как-то вот так где эта камера когда уже топтать можно так чаусы 20 но мне чуть зачаусы там налево можно чуть раньше но я поверну там дальше чуть налево и там прямая дорожка на мстиславль ладненько будем ехать дальше приеду на место включимся ну что друзья добрался это заправочки короче уже разложил собой ку спрашивали что этом вот это я сегодня сам себе нажарил колбасок таких купил в магазине эти петруха или кто они там куриное короче помидоры домашние огурцы магазин и хлеб все вот купил салфетки эти полотенца бумажная это завтра в колхозе коробку да 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 специально положил здесь чтобы потом в кузов не лазить да у такой бардак у меня но все нужное там шмотки короче вот так вот всю дорогу едем с подписчиком общаемся по вайберу саня и тебе очередной привет короче так и и доехал до сюда всю дорогу вайбере переписываемся в общем то вот так вот ладно все я сейчас перекушу ложусь отдыхать завтра уже по светлу что тут по темноте снимать то нечего было завтра уже по светлому там может какую разгрузку туда-сюда короче утром увидимся все пока всем очередной привет 750 на дворе уже короче пью кофе с вафелькой черноморской или с вафлями черноморскими как кому удобнее да короче пьем и едем я уже вчера говорил я позвонила сказали так они с 10 но там придет человек пол девятому и начинаем разгружаться потихонечку сходил это первая заправка когда где ночевал пошел туалет обозначены а он оказывается созданием на улице ну так все чисто но дырка в полу и воды нету так что такие дела господа ходит тут с утра этот нашальник пришел заправки начал гонять здесь тут фура стояла справа от меня вот тут стояла справа но этих не трогал мне не стучал тут еще стояла типа пришел давай убирайте по а там висит какая-то шильда что типа стоянка грузово-транспортных средств запрещено ну пофигу все стоят короче как то вот так ладно я тут и кофе собираюсь выдвигаемся ну что друзья уже первую точку сдал 830 приехал 842 выезжаю позвонил встречу да пошла позвонил в кричев агридом из 10 а там какой-то универмаг ну и все так что едем не спеша 40 километров до туда давай давай перестраивать короче 40 километров приедем половине полицейские не обозначены и будем там еще торчать ну правда у меня еще есть вторая . она там на этой же улице там через два дома может им коробки тоже отдать спросить скольки не работает сейчас короче наберу узнаю что там кости чтоб потом не возиться все поехали туда что хотел сказать на этой заправке что ночевал да ну тоже получается все заправляются там вся техника это местная там все с канистрами все там пятерочку десяточку все наливают хорошо вот так вот ладно все поскакали ну вот и кричал что-то я не пойму что кричит такой большой показывает 9 и 5 до точки ну или по крайней мере до этой улице просто дяденька сказал у меня там как-то улица не помню дом 54 он сказал у нас на это улице 254 дома я говорю а как так как-то так блин не встречал ну ладно приедем посмотрим как так бывает ладно едем искать где чем блин стекло не помол все мед сплошной мед короче его заехал куда-то этот дом быта сказали сейчас мы к вам спустимся откуда-то а 2 . напротив там универсам век мы сейчас все покажу короче пойду открывать куда они хотят этот стол забирать хрен его знают у них тут буквально две коробки или три ну вот и здесь столик скинули обеденный который блядь неподъемный тетенька вышла правда с дяденькой дяденька один я так понял да я бы один тоже его хрен поднял я ревучу с бетона блять а вот не стекла сколько там стекла а вот он торговый дом век мне вот сюда сейчас сюда перекатываемся они правда с десяти ну вон они уже работники подходят к заедешь из угла там где-то с какого-то угла не знаю как они тут выгружать будут ну как то же будут если это с этого угла сейчас посмотрим кажется такой городишко универмаг есть но тут уже ветки по облома валяем ю ю ю ю ю ю ю ю это чем не туда хренеть ладно я буду звонить короче сюда мне надо как-то попасть а тут все горчами заставлено пойду же взгляну блять новое здание в эти двери вот этот понял все я понял вот в эти двери будут вооружать ладно будем пробовать заезжать чем меня выгружают сейчас в зеркало увидим пришел там я так понял директор короче тут это частная лавочка тоже хотя арендует я так понял в этом универмаге директор в кузове подает я так понимаю грузчик носит но еще какая-то там женщина этот грузчик ко мне пришел давай может ты будешь подавать я говорю не братан там эти чтобы понимали пачки весят хрен доски эти ну и плюс говорю тоже ваш бизнес вы зарабатываете вы носите ну да да ну в общем то и все короче жду посмотрел сайты ни хрена нету с могилевской области пока ничего нету так что пока еще мне в костюкович и сколько 65 километров до костюкович еще вот в этом деревне вот это завести эту коробку отдать тут 10 километров по дороге туда ну и все дальше будем думать ладно выгружаемся потом поедем все меня разгрузили здесь пришел и пешник директор пришел в это к чё ты горит давай горит по выгружай типа фитнес я говорю я уже давно ушел из большого спорта говорю да не мое говорю а бизнес то твой правильно правильно шли синие давай поможем давай на бутылку вина сколько там то вино стоит я не знаю там может три рубля не не надо я буду сам давай сам я хотел чтобы он бесплатно помогал правильно так я ему потом говорю тебя бизнес ты купил и продал и потом фитнесом сидишь занимаешься считаешь у меня немножко другой фитнес поэтому извини ничем помочь не могу но на этом разошлись спокойно так все перед рендели так что показывает нам google карты девять и восемь километра до этой красной до красной буду а всего 65 до костюкович поехали все буду отдали вон пошел человек с коробочкой все едем на костюкович и человек сейчас приедет который должен был в черикове это забрать приедет костюкович и и там тоже короче на одной улице будет ну на одной большой палет на вторую точку там две коробки по моему там плит стол или чё там но этот приедет заберет тоже там у него 5-10 коробок каких-то небольших все катимся катимся пока все все нормально все быстро все четко хорошо ну вот и костюкович и доскакал я тут по этой дороге прыг-скок прыг-скок это родина моих соседей лильки и михона вдруг будете смотреть привет вам с вашей родины вам не показывает три с половиной километра оказывается там тоже эти два магазина каких-то но туда только кресло какое напротив они там вроде как если что я им занесу чтоб мне туда не переезжать пока это будут выгружать ну и человек должен подъехать подъедет нет посмотрим все поехал искать вам не у центр ну вот я и доехал он написано мебел а те они выгружать хрен его ворота сюда наверно ехать тут стоит там но сейчас все узнаем так ну что тут меня выгрузили за этим особняком и человек на машине ждал тут подъехал сюда забрал все осталось вот тут вот какой-то тут вход маленькой у нас маленький вход чё за он не знаю я заедем и узнаем что это такое из чем это едят а где они то что строим материалы ладно сейчас позвоню узнаю где и чё ну и все здесь две корабль очки забрали это он ведь я стеклышко по я уже говорил не помню что мне амнезия все фэри отмывает все сейчас короче поставить на сайтах лазер ни хрена нету и поедем в сторону могилёва а там будем думать что и как 12 так 1230 вообще четкая работа быстро с толком с расстановкой короче выдвигаясь сторону могилёва где-нибудь надо стать пообедать и все но если нихрена не будет поедем домой так что все вперед еду по яндексу впереди прямо нельзя только направо но он говорит да заткнись ты задолбала под знаки меня повел а зачем ваш ты тупая ну и хрень с тобой я так понимаю тут по односторонним поедем судой через эти выселки какие-то куда он меня крутит хрен его знает блин деревья висят короче вот вам и яндекс он короче в таких вот да заткнись ты тебя упоминать нельзя сразу начинаешь разговаривать легко выключается в принципе я и туда ехал на выгрузку вот на эту первую точку вот так же вот по частным сектором меня также и навител провел главно где-нибудь не упереться во что-нибудь никого как отсюда выехать до а у звоночек осознаем кто это говорится стоит что-нибудь помыть и она помоет тебя сама только солнце светило там все вот в ночь въехал фары включим чтобы нас рассмотреть могли вошь парит короче это р-122 дорога которая идет сюда на черриков она просто такая вот так вот с такими поворотами нету знаков ни хрена хорошо пустой еду как бы оттормозиться можно все а если вы гружен это можно там есть такие уже следы люди так чуть-чуть мимо чуть-чуть мимо заезжали что там заскрипела положить тихо короче я уже где-то под черрикова осталось шушить все помыло нас правильно хватит освежило вот так тут дорога такая веселая веселая я даже не могу вспомнить ездила я когда-нибудь по ней или нет ну теперь могу точно сказать что вот уже ездил лад как вся такая вот она кривая горбатая ну здесь получше там вообще вначале от гостюкович такая была не ась ну и короче лес и сплошной лес ездишь как бы дикие места у меня даже было вообще связи никакой не было километров на 15 ехал не то что интернета даже показывал только экстренные сутки да какой-то указатель куда-то направо нам надо все ладенько едем далее ближе к могилёву до которого осталось 80 километров ну вот жарко могилёву на право так супра тепленько все было хорошо тут нашла вот это вот фигня ветрила дичайший с дождиной хорошо что я зимние вещи взял прогноз погоды внимательно смотрел ветрадула такой расход зашкаливает короче трындец что творится мгновенно офигевает 22 блин а просто я вот магаз нажимаю чувствую как у меня машина тормозит мгновенно офигеть такое ветрило ну и боком наваливаем немножко боком 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 тоже скоро могилёв чаусы я проехал не знаю точно сколько вот тридцать седьмой километр на столбике значит километров тридцать осталось по загрузкам тишина с могилёва на витебск пожалуйста 2 и 3 тонны 50 рублей есть желающие пожалуйста можно забрать немножко подзаработать как-то так-то ладненько все видимо придется валите домой этим мы будем наверно заниматься только я все-таки решила негде остановиться до заправки доедут а могилевская на которой я как-то стоял в одном из видео когда в климович и ездил там наверно по трапезничаем под заправимся и поедем дальше что постоял я на заправочке поискал работу пока искал пооткрепился на часах 3 10 да не ни хрена нету в принципе как и всегда поехали домой что нам еще делать до погодка такая нелетная принципе поедем не быстро поедем поеду не быстро потому что будет пережор соля рачки сюда доехал как раз до заправки лампочка загорелась это много вот так что 40 литров до заправил и все даже вот так вот я здесь против ветра вот нажимаешь на газ и прямо чувствуется что тачка блин упирается короче поехали поехали там тоже что снимать что снимать нечего по этой дороге уже 200 раз ездил из новостей пока тоже никаких все погнали все еду еду думаю что он такого рассказать такая мысль пришла общаясь я с подписчиком он с витебска тоже у него 65-ка и века такой же кузов как у меня и как у многих слуцкий вот человек работает по поводу цен я хотел сказать расценок на перевозке вот находит человек мы общаемся вот он на россию ездит по беларуси на россию находится адекватная ставку туда находится адекватные деньги назад он не берет эту перхоть по 100 рублей 2 тонны лишь бы уехать да вот мы с ним разговариваем там неделю дома отсидел не было работы то есть как бы но не мог уехать не мог уехать я думаю там за те копейки которые предлагали но человека тоже нормальный подход к жизни адекватный все сейчас смотрите евро подорожало ну поднялся курс банка масла стоила я лью уранью пять литров стоила там могу соврать пятьдесят пять рублей там или 56 час семьдесят восемь вроде ли 80 то же самое на фильтрах поднимется все это и того сейчас его сделать масло поменять я думаю на полку на полтинник точно больше будет сейчас вот был могилёве там просматривал но это же еще уже идиотизм понимает там 2 и 3 тонны с могилёва на витебск 50 рублей бля это вообще что ну то есть это сколько 50 рублей бля брата на тебе полтинник давай бля ты на себе это завезешь а я поугараю я вот с камерой буду идти за тобой угорать как ты две тонны будешь на себе волочь зато полтинник сэкономишь поэтому как бы там вот мы до этого разговаривали писали люди в комментариях что на круг не платит сейчас никто вы просто плохо ищите и плохо разговаривается заказчиков вы спрашиваете у них сколько они вам дадут денег а до должны говорить вы сколько вам надо денег за перевозку и тогда все будет нормально очень хотел сказать саня плен теперь респект привет очередной вчера те ночью передавал вот сейчас он опять грузится на россию молодец только приехал вот сегодня в ночь разгрузился загрузился порешал вопросы по частичное предоплате там едет или ну него ну решает человек вопрос парню нету 30 лет молодой сейчас на европу будет пробовать готовит уже машину на европу там документы все молодец красавчик пока не попробуешь не узнаешь а вдруг попробуешь и зайдет тебе найдешь каких-то заказчиков нормальных постоянных будет немного и валюта капать так там хотя бы понятно стабильно меньше курс точно не будет а больше этого еще лучше так что такие дела я уже вот возле червеня проезжаю попала мобиль на стекло лобовое это называется запорол дворник запшикивал вроде там и закрывал как бы все это капот и вот попала дворниками уже стянула сюда даже вот здесь вот видите серый налет остался размазать это плохо потому что дворники как по салу начинают тереть хотя дворник новый стоит валио вместе с кронштейном обидно будет если запорол а так неделя видите как прошла в принципе мозырь зашел вообще на огонь загрузка это можно назвать идеальным рейсом идеальным как по загрузкам выгрузкам так и по финансам ну здесь обраточку ничего не обраточку до грузик ничего не нашел ну и хрен с ним здесь платят в круг все что я проехал так что сильно это меня не расстраивает на этом все спасибо вам за то что смотрите за то что ставите лайки блин реально тем кто ставит дизлайки вам тоже ребята привет вот вы хотя бы напишите за что вы ставите будет интересно почитать обещаю блокировать не буду главное культурной форме пишите кто пишет комментарии предупреждаю вас что с матами не пропускает комментарии youtube поэтому звездочки ставьте тогда пропустит а если конкретно ругательные слова то не пропускает в общем то и все подписочка лайк дизлайк и увидимся всем пока